Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы снова поговорим о бездомных животных, бездомных животных на улицах наших городов, маленьких городов, больших городов. Все время мы говорим о том, что хорошо, как им помочь. Обычно это удел, как правило, обычно это удел частных лиц. Какая-нибудь неравнодушная женщина, неравнодушный мужчина, ребенок, в конце концов, купит на деньги, которые ему родители дали, на карманы расхода, купит вот упаковку сосисок и собакам даст, которые около этого магазина ждут и смотрят на тебя. Но, по счастью, есть и организации, которые включаются в это дело помощи, защиты бездомных животных. Сегодня у нас представители этой организации, это группа компании «Элькоммерс», хочу представить. Представители это Василий Бахметев, исполнительный директор и просто волонтер. Василий, добрый день. Добрый день. И второй гость программы, это наш постоянный резидент, программа «Тема дня», которая посвящена теме защиты бездомных животных. Это Николай Морозов, тоже известный наш защитник. Николай, добрый день, рад тебя снова увидеть. А вы можете нам звонить по телефону 3190, у нас прямой эфир 3190. Что вы думаете, кто должен помогать бездомным животным? Только ли это дело таких вот подвижек, как Николай, или это дело чиновников наших, про которых мы все время вспоминаем, но как-то вот все не соберутся они по-настоящему помочь, в том числе все мы знаем, что у нас до сих пор приют по все никак не заработает, которые вроде бы как уже и открывали в декабре, в том году, зимой, а вот насколько я знаю, все до сих пор там вроде бы как собачек и нет. Поэтому звоните 3190, а мы начинаем нашу программу. Василий, скажите, вот группа компании «Элькоммерс», она все-таки изначально заточена на другую сферу, как любой бизнес, это нормально. Почему вдруг решили обратить внимание на такую большую, вот Николай прекрасно знает, проблему, как бездомные животные на улицах наших городов? Роман, начнем с того, что группа компании «Элькоммерс» — это в первую очередь коллектив, это люди, это наши коллеги, наша команда. Могу сказать для начала за себя. Я занимаюсь этой сферой, помощью бездомным животным, около, наверное, 4-5 лет. Моя помощь заключается в том, что любые необходимые нужды, которые нужны животным, я пытаюсь по мере возможности осуществить. Для меня это, в первую очередь, наверное, какая-то самореализация, скорее всего. Я получаю, наверное, удовольствие от того, что делаю какие-либо добрые дела. Относительно коллег своих могу сказать, что они также согласны со мной. И вот эти добрые дела, которые также они делают вместе со мной, имея видимый пример, находят какой-то отклик у них в душе, наверное. Я могу ответить таким образом. То есть в группу компании «Элькоммерс» люди берут по принципу «приходит человек, на работу старается? Животных любишь? Люблю. Приходи, да?» Ориентировочно. Скажу еще один пример. Руководитель группы компании «Элькоммерс» Андрей Белокопытов, он также, последовав моему примеру, разделяет мое отношение к животным, разделяет отношение к этой теме. Также животных любит, у него есть домашние животные, их очень много, и они растут со временем. И у него есть очень интересные критерии при выборе сотрудника. Главное, чтобы человек был хороший. Это, точнее, даже один из критериев. Хороший человек не может не любить животных. Согласен с вами полностью. Вы знаете, на самом деле, действительно, мы и с Василием, и с группой компании «Элькоммерс» довольно-таки долго сотрудничаем. Не с самой группой компании, конечно же, в первую очередь с коллективом, потому что они действительно нам очень много и часто помогают. И, конечно же, основное направление помощи, конечно, они собирают денежные средства, гасят долги в клиниках за наших подопечных, за тяжелых, за сложных животных. Но помощь не ограничивается только какими-то финансовыми вопросами. Вот Василий, например, сам имеет довольно-таки приличное уже количество на своем счету спасенных животных, которые в том числе и живут у него. И, на самом деле, такое поведение компании – это так называемая социальная ответственность, наверное, бизнеса, и людей, и бизнеса. Потому что совершенно непринципиально, какими добрыми делами ты занимаешься. Ну, выбрал компанию «Элькоммерс», например, помощь бездомным животным, ну, отлично. Глядишь, может быть, кто-то там другой последует, к примеру, выберет какое-то другое направление помощи. То есть мы, со своей стороны, мы только поддерживаем такую инициативу. Потому что у нас, как у общественной организации, как у группы, на самом деле, честно признаюсь, очень мало таких действительно серьезно и финансово подкрепленных, и коллективом помощников, которые бы именно на постоянной системной основе помогали бы именно нашей группе. Потому что, ну, как правило, все равно наша группа существует все-таки на, вот, как вы правильно сказали, на пожертвования, на доброй воле именно частных лиц, тех же самых детей, да, недобродушных, неравнодушных, да, неравнодушных, да, прошу прощения, граждан и так далее. А вот именно каких-то действительно серьезных организаций, которые бы включались бы в эту работу, вот, наверное, можно пересчитать по пальцам, и палец номер один – это «Элькоммерс». «Элькоммерс». Николай, а вы вот тоже, как человек, который, наверное, всю жизнь этим занимается, вы как-то вот анализируете, а почему так происходит? Ведь полно, ну, не бедных организаций, чего уж там греха таить, а вот почему таких, как «Элькоммерс», вот, как только сказали, по пальцам одной руки? Ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки вопрос к этим организациям, и, наверное, в расстановке приоритетов, потому что действительно, да, существует же много направлений благотворительности, да, и, ну, к сожалению, наверное, у многих организаций, ну, животные, ну, в принципе, как, наверное, у подавляющего большинства, к сожалению, наших граждан, животные, они где-то там по остаточному принципу, они где-то на последнем месте, да, то есть есть там люди с их проблемами, да, есть какие-то там малоимущие группы населения и так далее. Ну, а, как правило, на животных, ну, особо сильно внимания никто не обращает. Я думаю, что, конечно, связано с этим. Ну, опять-таки, хочется надеяться на то, что сейчас все-таки наше общество, как бы все, с каждым днем становится все более таким гуманизированным, да, и там, популяризация, да, именно проблематики бездомных животных на улицах города, она приносит свои плоды. Новые люди приходят, да, соответственно, мы привлекаем внимание, вот, организации приходят помогать. Ведь тоже, да, в любом случае, они же в какой-то период времени о нас услышали, узнали, подключились к этой работе, ну, за что им огромное спасибо. И позвольте добавлю еще пару слов. Почему организации вступают на путь благотворительности и помощи, ну, в честном случае, в данном случае бездомных животных? Наверное, пример. Пример кого-то из сотрудников, потому что мы в первую очередь, опять же, говорим об организации как о коллективе. Я думаю, что в данном случае мой пример, он подвиг наших сотрудников к тому, что нужно делать добрые дела, помогать, в частности, бездомным животным. Ну, и опять вопрос приоритетов. Я считаю, что, в принципе, помогать – это дело благое и очень важное для каждого человека. Наш взор, точнее, мой личный взор пал вот на данную сферу. А вот тоже Николай сказал, что, так сказать, на вашем счету уже, как бы, ни одно спасенное животное. То есть вы этим начали заниматься просто еще даже не работая в Эль-Коммерсе? Этим я начал заниматься задолго до работы в группе компании Эль-Коммерс, потому что, наверное, в детстве, в неосознанном возрасте просто сопереживал. Было жалко животных, которые бегают по улице. А потом, когда стал, ну, наверное, самостоятельным социальным человеком, понял, что могу помогать, у меня есть на это возможности. Свободное время, личное время, личные средства какие-то. И начал потихоньку этим заниматься, познакомился с волонтерами. А там уже вместе с развитием деятельности, помощью волонтерскому движению, у меня появились и собственные животные, которых я, соответственно, спас, наверное, с улицы. А первое помните? Конечно, помню. Что это было? Это была кошка. Зовут ее Августа. Она живет до сих пор у меня. Попал под машину. Попала ко мне через волонтера, инициативная группа. Последним животным было буквально недавно, в старице. Ездили с товарищами на мотопробег. И котенок, маленький, Рэджи, просто прыгнул ко мне на мотоцикл, отказался с него выходить. Просто прыгнул? Просто прыгнул. Просто прыгнул и сидел. Ну, как бы без вариантов, я понял, что это некий знак, наверное. В портфель засунул, повез домой. Понятно. А мне мои коллеги подают некие знаки о том, что у нас должна выйти реклама. Тоже без вариантов. Три минуты, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о бездомных животных. Снова реклама. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня снова понимаем проблему бездомных животных. Кто им помогает, кто им должен помогать. Ну и, конечно же, как так получается, что вот братья наши меньшие, они остаются на улицах, отношение к ним совсем не как к братьям, а как к врагам самым настоящим зачастую. Итак, Василий, скажите, вот на ваш взгляд, в чем вот основная проблема бездомных животных в нашей стране, в России? Вопрос очень емкий, а ответ на самом деле простой. Безответственное, крайне безответственное отношение социума граждан, сограждан наших к бездомным животным. Суть такова. Бездомное животное в нашей стране, даже не бездомное, просто домашнее животное, кошка, собака, хомячок, неважно, рассматривается как предмет интерьера, по большей части. Либо игрушка, предмет интерьера, охранная сигнализация, что угодно, но сопровождение некое, там элемент декора, назовите как хотите. Элемент снятия стресса для кого-то. Взаведу себе кота, ну ты зачем? Ну как, вот приходишь с работы усталый, вот запущешь руки в шерсть, а он тебя расслабляет. То есть, это хорошо, но нельзя заводить кота или собаку только для того, чтобы она снимала тебе просто стресс. Совершенно с вами согласен. И исходя из этого, люди не понимают, что помимо всего прочего, то, что животное должно принести какое-то удовольствие, это большая, огромная ответственность. Это не то, что я до этого перечислил, это член семьи, полноценный член семьи. Это может быть огромная собака, и может быть маленькая мышка. Опять же, это домашнее животное. Главное, член семьи. И к нему, соответственно, должно быть отношение. Его нужно воспитывать, ему нужно уделять внимание, с ним нужно играть, лечить, работать. Если на него уборка туалета, это все-таки работа. Уборка, кормление, лечение. Может быть, прогулка. Утром, холодным, октябрьским, дождливым. Зимним, неважно, плюс сорок, минус сорок. Есть у тебя температура, нет температуры, дождь, ураган на улице, идешь. Иначе у тебя работа будет, иначе ты будешь убирать все то же самое, но только со своего там линолеума в прихожей. Да, он только дома. Ну, а если не убирать за животным, ему это тоже принесет некие неудобства и вред здоровью. Конечно. Так что очень много внимания нужно уделять животным. А если мы говорим еще о собаках, а у собак есть определенные особенности, если взять, допустим, сравнивать дворнягу, какую-нибудь среднего размера, и овчарку немецкую. С дворнягу это попроще будет, скорее всего. Но все равно тоже очень много особенностей воспитания есть. А если брать немецкую овчарку, это, во-первых, собака выведена для определенных действий. Она выведена как помощник военным, полицейским и так далее. Ее воспитывать это сложно. Нужно обязательно обращаться к кинологу. Если не заниматься воспитанием такой собаки, она может просто нанести вред кому-то. Я вот в дополнение, прям буквально, да, тоже ситуация из группы абсолютно, да, то есть, ну, непонимание вообще породы собаки, смысла ее нахождения, да, то есть, ну, так хочется сказать, забей в гугл, там, посмотри инструкцию по использованию собаки, да, вообще для чего она придумана. У нас был Бигль, беглец в группе. Бегал он на затверечье, попался нам. В общем, там очень такая сложная история. Суть в том, что Бигли сами по себе, когда щенки, они очень няшные, прям вообще он такой миленький, там, ушки, все дела и так далее. Ну, это 100% охотничья собака. Небольшая собака сама по себе. Да, сама по себе небольшая. Норма, насколько я понял. Да, да. Но, чтобы обеспечить, ну, как бы, вот, должное там развитие, да, там, собаке, нужно заниматься воспитанием, и там самое главное, да, огромное количество времени нужно проводить именно на выгуле, да, то есть, ее нужно выбегивать именно, да. Там, подарили собаку просто на, там, эмоциях. Ну, и все, а дальше началось. То есть, люди не в состоянии, там, обеспечивать необходимый режим содержания, да, собаки. А что надо сделать было? Ну, понимаете, во-первых, смотрите, с момента появления щенка вообще, да, ну, наверное, сознательный человек, он сразу, да, обращается, ну, как минимум, там, да, там, к ветеринарам, к кинологам, да, и так далее. То есть, он читает что-то про эту породу. Если это действительно какая-то неимпульсивная покупка, там, приобретение, получение какого-то подарка, то человек, по крайней мере, вникает, да. Ну, я еще раз повторюсь, вы же инструкцию, там, в конце концов, минимально хотя бы открываете, там, какому-то технически сложному устройству, да, и читаете, как нужно им пользоваться. Вы же не все подряд кнопки сразу начинаете тыркать, там, я не знаю, и бить, там, я не знаю, там, молотком по нему, там, чтобы работать. Да, чтобы работать. Смотрите, как говорят про русских людей, русский человек сначала сломает технику, потом начинает смотреть инструкцию. Вот, к сожалению, да, здесь мы и проводим параллель с Василием, именно в отношении животных, к сожалению, зачастую именно так и происходит. Так вот, с тем биглем абсолютно не занимались, выгул достаточно не обеспечивали. Что началось? Биздон вертном абсолютно, да, то есть разгрызалось все, вплоть до того, что его даже дважды било там током, да, потому что он добирался до проводки, соответственно, перегрызал провода. Дальше абсолютно невозможно существовать им в одной там жилплощади, да, отдали каким-то людям. Люди, естественно, тоже там на... Они в частном доме жили, не могли им заниматься. Он у них просто начал делать подкоп и убегать. Ну, по итогу пристроили там вроде заводчику, в общем, там ситуация относительно закончилась хорошо, но она очень показательна. То есть, что приводит, точнее говоря, к чему приводит, да, вот именно такие импульсивные покупки, да, вот, ну, то есть смысл, да, вот по всем, вот в этом был, да, радость сиюминутная, и дальше потом целый-целый ворох проблем, а самое главное такая очень жестокая, да, и не очень хорошая судьба у собаки, да. Я надеюсь, что, конечно, все закончилось в той истории хорошо, потому что мы же не можем отслеживать ее до конца, но факт остается фактом. И позвольте добавить, Николай Олегович, еще такой пример, ну, это не в нашей стране, но в общем он иллюстрирует отношение к животным. Ситуация произошла в Британии. Она была параллельна к выходу одного сериала, очень популярного, в котором главную роль, одну из главных ролей исполняли хаски. Они играли там волков. Я думаю, наши телезрители поймут, что я имею в виду за телепередачу. Массово люди начали скупать собак породы хаски. Потому что они появились в телевизоре. Они там были очень красивые, и люди захотели себе такое же животное. Массово. Не читая инструкции, как Николай Олегович сказал. Не смотря, что из-за породы, что ей нужно. А потом начался массовый, такой же массовый отказ от этих животных. Вплоть до того, что животные, в лучшем случае, возвращались в приюты. Не возвращались, а передавались в приюты, которые там развиты, скажем, откровенно лучше, чем у нас. Либо просто выкидывались. Потому что люди не могли содержать таких животных в квартире. Хаски и та же сибирская лайка, схожая порода, это животное, которое требует, самое главное, выброс физической активности. То есть им надо пробегать огромное количество, в день просто километр, просто бежать прямо. В идеале, как советуют кинологи, как минимум, если вы живете, и у вас есть хотя бы ряда поля какое-то, выпускаете его на поле, привязываете пару покрышек автомобильных, и пусть он там круги наворачивает, пока с ума не сойдет. И вот так они смогут только успокоиться и жить адекватно. А люди, которые живут, держат их в квартирах, так и могут так посочувствовать. Но потом эти люди, не зная особенность породы, начинают думать, а что у нас такая собака-то плохая. И потом начинаются выбрасывания этих животных. В лучшем случае выбрасывания. И бывают случаи, когда оно совсем уже крайнее, когда люди просто приносят, приводят собаку, животное в клинику, усыпите. Чтобы усыпить, держать совершенно не можем, нам надо и приночи много. Просто усыпить животное, здоровое животное, просто потому, что у них не хватает каких-то... Ну, будем откринговать мозгов. А вот расскажите, правда, про хаски. Я как раз тоже хотел про это поговорить. Я стал замечать, да, в последние годы, мы не в Англии живем, в России, но я действительно стал замечать много на улицах хаски. И раньше вообще их не видел. Я их видел только на страницах журналов, телевизору и так далее. Сейчас я замечаю. И тоже я слышал, действительно, что это такая собака, к которой надо много бегать. А что происходит? Как она себя начинает вести в квартире, если с ней... Ну, дежурно погуляли, там, 10 минут туда-обратно, и все, и завели. Хулиганить. Жестко хулиганить. Как тут бегать тоже? Примерно то же самое. Только она еще больше бегает. Да. То есть это двери могут быть в щепке, да, это ваша обувь, соответственно, вы будете обновлять, там, я не знаю, раз в месяц, да, там, в три недели, соответственно. Приведу пример лично моего животного. Третьим моим животным была собака. Не это двор-терьер, подобранный в подъезде, не хаски, конечно же, но просто... Я с ним гулял в день три раза по часу. Ого. Это было много, да. Несмотря на это, квартира лежала в руинах. То есть, учитывая размер, то, что он вымахал очень большим, он мог обракинуть шкаф, он мог вынести дверь. То есть, из-за этого мне приходилось каждый раз просто искусственно заставлять его уставать. Сам я там тоже сбросил хорошенько на тот момент. Но потом проблема решилась, я просто решил, принял такое стратегическое решение, переехать за город. Это упростило значительно. Ну, имелась такая возможность, скажем так. А для людей, которые в квартиры заводят животных, так схоже. Да, это все необдуманное решение. Абсолютно необдуманное. Все абсолютно необдуманное решение. То есть, вот, например, опять-таки, ситуация из группы буквально там, нескольких дней назад. То есть, например, пишет нам девушка в группу, вот, слушайте, я сейчас беременная, мне вот врач-гинеколог сказал, из-за опасения таксоплазмоза, пожалуйста, заберите мою кошку. Ну, пишем, слушайте, вот сейчас развита медицина, ветеринария. Так вы, прежде чем опасаться таксоплазмоза, вы бы взяли кошку, сходили бы, сдали анализ. Есть у нее таксоплазмоз или нет? А после этого уже говорили бы, заберите кошку или не заберите. Опять-таки, да, хорошо, гинеколог вам сказал об этом. Но вы забейте в гугл, да, что нужно, чтобы человеку заразиться там таксоплазмозом от кошки. Надо там с ней лизаться, да, я не знаю, там надо лазить в лоток там, да, и так далее. То есть, там, ну, надо очень сильно постараться, да, чтобы... Но понимаете, то есть, у человека какие-то обстоятельства, да, и он, естественно, ну, принимает решение, упростит для себя вот решение этой проблемы, да. Заберите, пожалуйста, кошку. Такое ощущение, что в группе сидят и ждут, вот, пока нам кто-то позвонит, да, и мы там с удовольствием заберем эту кошку. Та же самая ситуация, да, мы зачастую не всегда же можем там в группе помочь именно тем, что мы там изымем животные среды, там, либо у хозяина, да, там, точнее говоря, либо при отсутствии хозяина, да, скажем так, потому что у хозяев там в исключительных случаях там животных мы забираем, там, например, как на Волоколамке у нас была ситуация с кошками тогда, да, то есть, как бы, ну, хозяйка уже была не в состоянии, ну, и там вообще ситуация была такая абсурдная абсолютно. Это где много было кошек? Да, да. Я, как же, знаю этот дом, я потому что на работу ездил всякий раз, где-то по Сирене Волоколамке, как в сторону центра слева. Да, перекраска Волоколамки с плеском. Да, и мы до сих пор с этими кошками развлекаемся, там буквально было пристроено несколько животных, остальные все животные до сих пор сидят на передержках, мы их там лечим, и там целый ворох проблемы, и нам еще развлекаться и развлекаться. Вот тоже ситуация недавнешняя, то есть, там, женщина в возрасте уже была в Пролетарском районе, пожалела щенка, забрала, звонит. Вы знаете, говорит, вот она подросла и начинает писать дома, да, и вот, ну, заберите, пожалуйста, собаку. Я говорю, слушайте, ну, куда, куда мы заберем? Я говорю, давайте я вам дам номер телефона кинолога. Хотите, мы от группы там, ну, частично там поможем, профинансируем, да, занятия с кинологом, тем более она живет здесь вот на Смоленском переулке. Занятия проводятся как раз возле Восточного моста. Я говорю, вам там пройти-то вообще, ну, буквально, да, вот чуть-чуть. Сходите, позанимайтесь. Я говорю, в любом случае, в группу социализации, в группу послушания. Я вас перебью, у нас телефон, звоночек. Слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я взяла два года назад в инициативной группе себе собаку. Видела, фотография, очень понравилась. И, честно, благодарна. Это такое хорошее животное, это замечательная у меня девочка. И спасибо, что вы находите животное, которым нужна помощь. И они вот остаются у нас. Спасибо вам большое. Уже здесь верить. Спасибо вам большое. Вот есть все-таки добрые люди, да, у нас есть. Спасибо вам большое за ответственное такое отношение. И когда женщина сначала начала говорить, что я взяла, я думаю, сейчас раздаться фраза, что... А теперь я хочу отдать куда-то. А вот выясняется, человек принял ответственное решение, и самое главное, очень... Роман, так я закончу мысль. Да, конечно. Все, сконнектил их с кинологом, перезваниваю потом, говорю, пришли в группу социализации. Нет. Ну вот, понимаете, то есть какие-то сложности, какие-то трудности начинают возникать, и уже начинается вот такой съезд, понимаете. То есть вот вы лучше просто заберите, и все, чем мы будем, соответственно, заниматься. Это мы все продолжаем тем, что... Без ответственности. Да, без ответственности. То есть, понимаете, пожалел, взял, даже пускай с улицы. Но ты должен понимать, какую-то груз ответственности на себя принимаешь. А не так просто, что вот, да, если что, я там найду каких-то гипотетических там волонтеров, или, я не знаю, там, сотрудников какой-то организации добросердечных, и просто впихну им потом это животное. Да нет. Вот я говорю, я уже вторую, наверное, да, вот программу, которая посвящена именно тематике бездомных животных, я говорю, вот сейчас можно констатировать, что фактически там резервы, да, и там возможности нашей группы, они действительно реально уже исчерпаны. Потому что вот сейчас на данный момент все очень тяжело и с пристройством животных, и с приемом новых животных в группу, ну вот мы реально уже просто выдыхаемся. Поэтому, конечно, и тяжелых животных очень много, да. Вот мы буквально с вами, да, вот на короткой паузе разговаривали по ситуации на Красненском мосту. Вот Василий тоже в курсе этой ситуации. Там собак, собственно говоря, расстрелял какой-то неизвестный мужчина из пневматического оружия. Сейчас там полиция вроде как проводит проверку. И животные тяжелые, да, вот сложные, они с четкой периодичностью появляются. И поэтому, конечно, ну вот у нас только благодарность, да, и к Василию. Потому что вот они видят, отслеживают эти ситуации, включаются, сами предлагают. Мы не просим. Я вам честно признаюсь, мы никогда не просим, да. И они сами подключаются к решениям тех или иных задач, и вот отлично помогают. Мы сейчас об этом поговорим. Давайте завершаем разговор ответственно-безответственность. Вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, вот насмотрят телезрители, а какие бы еще вы породы назвали, если человек захочет завести, чтобы он сто раз подумал. Потому что все-таки, да, собак собаки рознь, там двор-терьер такой маленький, миленький, да, допустим. Или действительно какие-то большие собаки, или очень энергичные собаки. Какие бы еще породы, вы бы, ну скажем так, даже можно назвать вещи своими именами, не очень бы рекомендовали для заведения в городских условиях. Наверное, скажем, в первую очередь, что любая собака все-таки требуется самого ответственного отношения. Любая. Конечно. Любое животное. А по поводу пород, ну скажем так, есть, ну назовем некоторые породы опасными для человека. Я думаю, это те, которые называют бойцовскими все же. Они не опасны. Ротвейлеры. Ротвейлеры, которых стало, на самом деле, маловато сейчас. Да. Была мода в 90-х, да, согласен, но тем не менее. Стафы, бурбули какие-либо, бультерьеры. Но, повторюсь, это абсолютно адекватные собаки, если с ними работать. Так работать, как правило, не хотят. Мягкая игрушка. А вот это вопрос. Завел? Помнишь, уже молодец. Это не мягкая игрушка. Вот это не мягкая игрушка. Это, прошу прощения, понты. То есть, люди самоутверждаются за счет того, что рядом с ними идет большая, крепкая, мощная собака с большой челюстью, которая вцепится и не отпустит никогда. Вот так это, ну, это, ну, нужно человеку сначала, ну, наверное, пойти полечить голову. Понять, что самоутверждаться нужно все-таки другими способами, а не тем, что рядом с тобой идет такая здоровая собака. Это опасно. Если человек этой собакой не занимается, ну, они на самом деле очень милые. Они отлично ладят с детьми. Но не надо им ломать психику вот в безответственном своем отношении. Это вот, наверное, те породы, которые мне пришли в голову. Наверняка Валерьевича. Больцовский, а вот хаски, ведь тот самый пример, про которых милая собака, не агрессивна. Слушайте, у меня на любую. Есть история. Да, есть история. И дело все в том, что все-таки, ну, занимаясь зоозащитой не только там на Тверском уровне, но и состою там во многих там российских группах, да, и там Москве был, и там, общаясь большим кругом людей, вот я состою в одном из чатов, который называется «Зооюрист». Там освещаются все именно вот правовые вопросы по животным. Вот буквально, недавно совершенно пример с хаски. Ситуация вся в чем? Человек пишет, что мне делать в этой ситуации? Значит, пришла знакомая с ребенком, значит, это был частный дом, они находились на его территории возле ворот. И знакомый говорит, ой, там у тебя собака была, хаски, можно я посмотрю? Ну, говорит, ладно, хорошо, не вопрос. Подводит собаку, соответственно, и на какой-то период времени он там буквально отвлекается, 10-15 минут, может, до дома отойти или еще что-нибудь. И, соответственно, мама ребенка тоже, да, вот там каким-то делами заниматься, не знаю, машина пошла или еще что-нибудь, ребенке, естественно, полез к собаке. Что он сделал? Тритировал ее каким-то образом, я не знаю, там, за ухо потянул или еще что-нибудь. Она его грызанула. В итоге два очень серьезных шрама, да, то есть и там на верхней части головы и в области, соответственно, щеки, то есть, ну, прям реально выглядит это все действительно очень страшно. И суть в том, что человек обращается, говорит, вот я пришел там спросить, там все зашили, в Московской области это все происходило, я, говорит, встречаюсь с родителями, они мне, соответственно, там, говорят, 100 тысяч, компенсация, там, вреда, соответственно, за все это дело. Что мне делать, да, потому что, ну, говорят, что пойдут в суд обращаться и так далее. Я говорю, а что делать? Я говорю, прежде чем оставлять собаку наедине с ребенком, давать ее возможность погладить постороннему человеку, вы сначала откройте Гражданский кодекс Российской Федерации, и прочитайте, ну, вот, ответственность владельца источника повышенной опасности за ущерб, причиненный третьим лицам. Вы будете 200, там, 300, 400, там, тысячу процентов вы будете виноваты в этой ситуации. И вы не скажете, да, что там, там, собака защищалась, там, или еще что-нибудь, да, и так далее. Вы владелец собаки, вы несете за нее ответственность, да, и вот когда вы так безрассудно оставляете собаку наедине с ребенком, не контролируя его, да, то есть без намордника, да, там, не держа его, там, за поводок, за ошейник и так далее, вы можете получить вот такие последствия. И хорошо, и слава богу, что тут ребенок остался жив. И он задает вопрос, а что мне делать? Я говорю, поверьте мне, вот, ну, моему личному опыту, соглашайтесь пока вот на ту компенсацию, да, вы можете еще пообсуждать, подискутировать, 100 тысяч, там, 80 тысяч. Чем, говорю, это все дело дойдет до суда? Потому что вы в суде 100% проиграете, даже не 100, как я сказал, 1000% вы проиграете, потому что практика огромнейшая, да, вот, по судебным делам, на вас еще лягут судебные издержки, да, и, соответственно, вы ожесточите своих же знакомых против себя, потому что, да, ну, естественно, они там предположат, что, ну, мы же предлагали договориться по-хорошему, и человек сказал, нет, давайте будем судиться, да, то есть суд это в любом случае стресс, то есть вы еще потеряете отношения. Поэтому я говорю, мой вам дружеский совет, я говорю, вы увольны, конечно, любое решение принять, но мой вам дружеский совет, лучше договаривайтесь. И вот это опять-таки то, о чем говорит Василий. То есть вот человек взял такую собаку, повел ее на поводке, мало того, что она представляет угрозу для его там имущества дома, да, что он там двери там испортит, углы встал и погрызет, она представляет угрозу и для общества, она представляет опасность для тех же самых людей. А если человек еще и не знает, как мы говорили, опять-таки в начале программы, не прочитал инструкцию, да, и будет спокойно абсолютно, да, подводить к другим собакам, да, там, я не знаю, спускать ее с поводка, не одевать намордник, давать возможность погладить другим людям и так далее, то все может привести вот к таким последствиям. Ну, то есть, как бы резюмируя, не обязательно, ну, собака может оставить хлопоты, если она, например, не относится к бойцовскому. Я, к примеру, знаю вот эти, знаете, той терьеры, по-моему, маленькие собачки, у меня знакомая завела и тоже выяснил, что возни очень много. Она-то думала, что это чуть ли даже, не знаю, котенок, не котенок, чуть ли не игрушка, а выясняется там диета сложная, то есть он далеко не все ест. И она рассказывала, что, ну, в диетах добавлю, Роман, то, что породистые собаки, они еще более, у них еще такая есть особенность интересная, они подвержены заболеваниям генетическим в силу селекции многовековой, я бы даже сказал. Конечно. И у них очень много проблем. Есть собаки, у которых много проблем, а есть собаки, у которых еще больше проблем. То есть это и сердце, и дыхание, и переохлаждение. То есть нужно еще помимо того, что нужно воспитывать собаку, нужно еще и за ее здоровьем следить. Если вы выбрали какую-то породистое животное, ну, если мы говорили о тех же бойцовских, в общем, породистых, у них проблем много. А еще люди у них любят уши резать, хвосты резать, а это еще дополнительная проблема. В Германии сдают экзамен на право обладать собакой. То есть, ну, понимаете, ну, наверное, о чем-то это говорит. Да. Ну, а здесь мы даже не можем элементарно, да, вот просто сами для себя выяснить, нужна ли нам эта собака, готовы ли мы с ней заниматься, да, мы просто ее берем, а потом уже по факту, да, они бегают, соответственно, по улицам. Кстати, я хотел сказать, по кошкам такая же ситуация. Да, и не только по собакам. Полусогласен, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Да, я Анна. Да, здрасте, очень приятно. Я хотела бы спросить вот вопрос про живот, вот, я сама подбирала котят, кошек, вот. Это очень дорого стоят их прививки, обработка, лечение, вот. И хотела бы спросить, а почему бы не искать животных, их лечить, а просто их кастарировать, то есть эти деньги пустить на саму суть проблемы. Понятно, понятно. Слушайте, ну, в рамках группы, в любом случае, программа стерилизации, она реализуется, да, потому что мы сотрудничаем с несколькими клиниками, да, мы централизованно закупаем ветеринарные препараты и, соответственно, субсидируем таким образом, ну, определенную стоимость, то есть она дешевле получается. То есть мы оплачиваем только работу, собственно говоря, хирурга, да, ну и обслуживающих врачей за счет того, что мы напрямую у поставщика покупаем препараты, естественно, стоимость итоговой стерилизации выходит меньше. Но в любом случае объемы возможностей групп, они очень сильно ограничены, потому что, например, диких собак, да, стерилизовать, во-первых, их нужно, а, отловить, б, их надо стерилизовать и по возможности где-то передержать, даже если нет возможности их передержать, то, соответственно, их нужно выпустить в среду обитания. И, в принципе, сама по себе вот эта структура, она довольно-таки трудоемка, да, и времени, ну, тратится довольно-таки большое количество. Честно признаюсь, у нас в Твери сейчас один единственный ловец, который в состоянии, соответственно, да, вот помогать группе в плане именно отлова диких собак. С кошками попроще, но, опять-таки, вы должны понимать, что всем этим занимается ограниченное количество людей, да, и именно кроме, допустим, инициативной группы защиты животных, именно такими масштабными программами стерилизации возврата среды обитания именно городских животных больше никто не занимается. То есть программа на региональном уровне пока в рамках 498-го федерального закона не реализована и не делается, поэтому наши ресурсы очень сильно ограничены. То есть, да, мы стараемся, но, понимаете, здесь вопрос, а почему бы? А почему бы, наверное, вот кого-то у нас тогда в передаче не хватает, кому нужно задать этот вопрос, а почему бы? Вот, и я полностью вас поддерживаю, честно признаюсь, да, потому что я считаю, что, конечно же, упор должен быть сделан именно на образование причины, а не борьбы там со следствием, да, но вот, к сожалению, пока... И вот к этому вопросу я дополню Николая, мы говорили о, в принципе, безответственном отношении. Я думаю, можно начать с того, что рождает вот это безответственное отношение. Пару критериев я накинул. Первое – это, наверное, отсутствие контроля за местоположением своего питомца. То есть в народе это называется самовыгул. То есть животное гуляет самостоятельно. Вот оно живет, допустим, в квартире, но днем его выпускают на территорию, не на территорию, а в город. Очень многие это практикуют, потому что животное гуляет само по себе. Что это влечет? Это животное, во-первых, может пострадать физически. Да. Чего угодно. Под машину попасть, кто-то пнет ногой, поработают живодеры. Выстрелит, да. Кто-нибудь в глаз выстрелит, как это было недавно под Красненским мостом. Второй вариант – менее травматичный животное может просто потеряться. И дальше вот следующий вопрос – отсутствие стерилизации. То есть стерилизация – это единственный гуманный способ контроля численности домашних животных. И смотрите, что происходит. Если животное не попало к волонтерам, не вернулся к хозяю, а просто потерялся, где-то оно одичало в городе, и оно при этом не стерилизовано, оно начнет плодиться дальше. А сколько вот одно, допустим, взрослое, ну, относительно взрослая собака может принести за год потомство? Да, да. Сколько это примерно в цифрах? Слушайте, ну, как минимум, два помета щенков легко. А помет это в среднем где-то 5-10? По-разному, там от 2-3 до 5-6 легко. То есть вот в этом диапазоне суммы, ну, цифры могут варьироваться. Это готовая стая. Но еще, Василий, я хотел сказать самое главное, что животное, вот нужно прийти в любую ветеринарную клинику в очереди, посетить, ой, мой котик гулял-гулял-гулял, и что-то лапу повредил. Или заразился, например, инфекционным заболеванием, или еще что-нибудь. То есть помимо смерти, гибели, нежелательного потомства и так далее, ну, можно еще и просто на деньги попасть на ровном месте. То есть отпустил его погулять, ну, а потом пойдешь лечить. Вот и все. Все очень легко. Да, и вот это все к вопросу о том, откуда берутся бездомные животные. Очень много задается вопросов от обывателя. А почему у нас столько много животных в городе бездомных? Да, ну, ответ вот. Отсутствие церилизации, отсутствие контроля за животным. Все, пожалуйста. И вот образовалась стая целая. Василий, а вот группа компании «Элькоммерс» в основные направления работы в этой связи, какие он полагает? Ну, начнем с того, что весь наш коллектив, он абсолютно поддерживает и разделяет взгляды и ценности современного гуманного общества относительно вопроса вот домашних животных, гуманного отношения, ответственного отношения. Домашних бездомных. Потому что одно из другой, к сожалению, переползает. К сожалению, да. Из одной стадии в другую. Наши коллеги все поддерживают эти вопросы, поддерживают гуманное отношение к животным. В частности, я за себя могу сказать, чем я помогаю. Руками физически, транспортом, если это необходимо, перевести к транспортной манипуляции. И, конечно, финансово. У меня в семейном личном бюджете есть отдельная строка на благотворительность. То есть, у меня есть определенная сумма, я ей помогаю лично своими средствами. Вот в группе Лица Николая Олеговича. Покупаем корма, оплачиваем долги. И мои коллеги, они могут сказать то же самое. Также, наша группа компании информационно поддерживает марафон, начатый инициативной группой по защите животных. Суть марафона заключается в том, что каждый человек, любой обыватель, может подойти в ветеринарный магазин, ветеринарную аптеку, приобрести в силу своих финансовых возможностей какие-нибудь препараты, корм, амуницию, шлейки, поводки. Все, что может помочь в деле пристройства лечения бездомных животных нашими волонтерами. Оставить в этой клинике и передать потом коллегам, волонтерам, которые потом это пустят, уже будьте уверены на благое дело. Да, мы системно такие сборы постоянно длящиеся запускаем. У нас, например, на базе сети зоомагазинов до сих пор ведется сбор помощи кошкам Нилы Столовенской пустыни. Там их огромнейшее количество. Мы даже по этому лету там были, наблюдали ситуацию, потому что опять-таки безответственное обращение. Матушка Наталья, дай бог ей здоровья, она говорит, постоянно подбрасывает. То есть знает, что, соответственно, кошек в Нилы Столовенской пустыне любят, там ценят, заботятся. И все новых, новых. С Осташково, с близлежащих других поселков и так далее. То есть привозят, подбрасывают и так далее. И там более 120, я уже даже теряюсь в цифрах, честно говоря, не хочу врать, но кошек там огромное количество. Они являются неизменным атрибутом в Столовенской пустыне. Да, и вот матушка Наталья занимается ими, поэтому у нас такой, допустим, запущен постоянный длящийся сбор. То есть мы весь четко периодичностью собираем то, что люди там покупают. У них приезжает раз в неделю машина, мы, соответственно, все это собираем и передаем непосредственно туда. Потому что сейчас как раз для них самый такой суровый период, например, начинается. Потому что если летний период времени, это большое количество паломников, туристов, и все-таки какая-то движуха происходит, то сейчас с приходом осени, естественно, все это угасает. Зимой меньше, меньше, меньше. Но кошки от этого есть не перестают. Ну вот вы хорошо сказали, что, получается, монахи помогают. А вот, господа, со стороны чиновников, вы как-то ощущаете какую-то помощь? Ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки пока на данный момент я могу констатировать, что это какая-то такая адресная помощь и от конкретных лиц. То есть я не вижу какой-то системы. Ну, например, в ту же самую ситуацию с подстрелянными собаками под Красинским мостом вмешался помощник депутата законодательного собрания. Я, к сожалению, не знаю его фамилию, не могу сказать. У нас Ирина Иванова, один из активных волонтеров нашей группы, занимается этими собаками. Они вместе ездили в клинику, посмотрели, и он сказал, что даже если все будет нормально, он готов будет взять одну из подстрелянных собак, первую, щенка Нико, себе. Да, Дмитрий Нечаев с четкой периодичностью подключается к решению каких-то вопросов, да, и не только, как сказал Василий, руками или финансово, да, а в том числе и на законодательном уровне решения каких-то общих вопросов, связанных с решением текущих задач именно по городским животным в нашем городе и регионе. То есть неравнодушных много, но системы нет. А я спрашивал как раз, да, про систему, потому что все-таки чиновники, согласитесь, это само по себе система. Любая администрация – это система. Да, когда лично просто человек, он, может быть, этими занимается, он там возглавляет какой-нибудь спорткомитет, к примеру, там, или культурно помог, это одно. Но ведь, согласитесь, от органа власти мы ждем помощи на системном уровне, а не разово кто-то руководствует своими добрыми чувствами и купил мешок корма. Должна быть система, потому что проблема существует давно системно. Это давно уже ее не решить какой-то разовой помощью. Это прекрасно, разовая помощь. Но согласитесь, работать надо системно. Абсолютно. Да, пока, к сожалению, почему-то мы буксуем. Мы с приютом, с муниципальным буксуем, вообще, в принципе, с… А что там, Николай, расскажите? Вы как человек, все-таки куда более меня следующий в этом вопросе. Я знаю, что он не работает. Что там? Понимаете, на данный момент, к сожалению, вообще, в принципе, в регионе отсутствует концепция дальнейшего движения в плане работы с городскими животными. То есть, что мы с ними, собственно говоря, будем делать. Представлено несколько вариантов. То есть, по одному из них, вроде как, управление ветеринарией должно взять на себя эти полномочия. С другой стороны, рассматривать все-таки вариант вернуть тендерную основу и пытаться проторговывать отлов содержания безнадзорных животных. Ну, я сразу могу сказать всем нашим зрителям, что уже на протяжении нескольких лет на эти тендеры на территории города никто не выходит, собак никто не ловит. Да, и служба отлова, как таково. Во-первых, невыгодная цена. Во-вторых, за те деньги, которые реально предлагаются, невыгодная цена в плане вообще, да, ты ничего не заработаешь. Заработаешь только в одном случае, если ты будешь убивать животных. А убивать животных очень тяжело, сложно. Почему ты можешь заработать? Понимаете, вот как сказать? Уменьшение затрат на содержание, кормление, лечение. То есть, суть-то какова? На одно животное выделяется определенное количество денежных средств. За эти денежные средства человек, который взял на себя ответственность за отлов, он должен поймать, содержать определенное количество дней, лечить, кормить, стерилизовать. Ну, там есть какой-то процент агрессивных и безнадежных больных животных, которые усыпляются. Привить еще. А, привить, пардон, забыл. Этих денег, ну, катастрофически не хватает. И поэтому появляются некие недобросовестные и низкоморальные личности, в которых были примеры в нашей практике, которые решили так. Мы будем изображать деятельность, как минимум построим некую передержку, как построим, возьмем некий сарай, там изобразим деятельность, а собак мы будем не ловить и содержать, лечить, а просто стрелять либо на месте, ну, в крайнем случае, либо привозить куда-то и стрелять там. То есть, в любом случае, животное не выживало. Убит при попытке к побегу, да, что называется? Ну, да. Ну, что-то типа так. Неополученное, оприходованное, освоенное, как модно говорить. А суть-то нет. А просто погибло. По факту это выглядело так. Двор некий, дети гуляют, бабушки сидят на скамейке, бегают, пара собак бездомных. Приезжает машина. Причем, что я перебью Василий, как правило, уже стерилизованные за счет вот этих же самых бабушек в этом дворе. Потому что вот я хотел сказать, что сейчас у нас общество, как бы, да, вот, ну, уже немножко въезжает. На гуманой все-таки переходит. Да, да, въезжает. То есть стерилизованные, подкормленные собаки, и дальше Василий. А дальше подъезжает машина, как я сказал, выходят некие молодые люди и начинают просто банально грубый средневековый отстрел. Или ловить, как помните, собачье сердце. Зачастую собаки сами подходят, понимаете, они не чувствуют угрозы от человека, да. Это вот цинизму добавляет данной ситуации, потому что стреляют-то как раз и отстреливают животных, тех, которые подходят, их легче. То есть социализированные животные, которые относятся хорошо к человеку, вот они-то первые попадают. Дикие животные, которые боятся человека, ну, такие вот варвары, которые этим занимаются, они не считают нужным ловить их. Вот собака подошла, давай лучше ее стрельнем, отчитаемся. Ну, опять же, это сложно, понимаете, это же бегать надо, это же ловить надо, понимаете. Скурить бросать. Да, 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 вести правильный образ жизни. Поэтому вот, и ситуация привела к тому, что, опять-таки, да, там, потенциальные заказчики, может, кто и хотел денег на этом заработать, они отследили ситуацию, вполне вероятно, по региону, да, увидели, что возбуждались уголовные дела, что все-таки есть какая-то активность со стороны общественности, да, которая не допустится этого. И мы уже, вот, к сожалению, на протяжении нескольких лет мы не имеем какого-то адекватного подрядчика, который мог бы заниматься отловом. Но сейчас, с вступлением в силу 498-го федерального закона, у нас, в принципе, этого подрядчика быть не можно, потому что, опять-таки, на региональном уровне нет порядка отловых содержания безнадзорных животных, до сих пор непонятен статус муниципального приюта. И вот эта вся ситуация, к сожалению, забуксовала. И вот из-за этого и нет, собственно говоря, никакой системной помощи. Потому что, если бы это все было запущено, поверьте мне, нас бы это очень-очень сильно разгрузило. Потому что, я говорю, сейчас, на данный момент, получается так, стая где-то появилась, ну, я извиняю за выражение, да, вот такой каламбур всех собак вешают на нас, да. А почему волонтеры не приедут, почему не сделают, почему не отловят? Ну, ребят, да некуда уже. И неким, и некуда. Приходите, помогайте к нам в группу, да. Мы вам поможем, да, мы вас там сконнектим с ловцом, мы вам организуем стерилизацию. Организовывайтесь, да. Мы предложим там и финансовую, и методическую помощь, да, и так далее. Позвольте образ волонтера добавлю, в нашем обществе, в социуме искажен образ волонтера. То есть, обыватель думает, что волонтер – это некто человек, у которого в сутках 40 часов, у которого нет основной работы, и который сидит и ждет, когда ему позвонят и скажут, съездите, заберите у меня кошку. Или что-то там. Или вот отловите стаю собак, она мне мешает. Конечно, вроде имеет смысл. Это правильно, эти животные могут мешать. Но нужно понимать, что волонтеры – это люди со своей семьей, со своей работой, которые устают, у которых есть личная жизнь, и которые это личное время после работы, когда приходят 7 часов замученные после работы своей, они тратят на волонтерскую деятельность. Нервы, финансы, ресурсы какие-либо. С родственниками могут не видеться, детей могут не видеть. Нужно понимать, что это тоже люди. И вот так относиться к волонтерам, звонить, а ну-ка, заберите собаку, у меня иначе ее выкинуло. Но это, как минимум, недостойно. Николай, а все-таки, возвращаясь к приюту вот этому нашему, что с ним сейчас происходит, в каком он состоянии? Ничего, он просто стоит. То есть, его построили, как мы сообщали в своих репортажах в том году, и он стоит? Да, к сожалению. По какой причине? Вам как-то кто-то это объясняет? Я еще раз повторюсь. Отсутствие региональной нормативной базы и четкой программы дальнейших действий, работы именно региональных и городских властей по городским животным, по безнадзорным животным. Вот в этом все буксует. То есть, до сих пор не выбран какой вариант, до сих пор не проработана тактика и стратегия, не определено, кто будет непосредственно этим заниматься, кто за это все будет отвечать. И вот, к сожалению, у нас такое сейчас время без времени, да, вот, то есть, ну, у нас ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Но вот в прошлой нашей программе мы встречались, зато успели внести там инициативу, да, в правила благоустройства о запрете кормления безнадзорных животных. То есть, вот это успели внести, а решить вопрос региональной нормативной базы по порядку отлову содержания, вот что-то пока как-то не очень. А мои коллеги по ту сторону экрана, что называется, вносит инициативу о рекламе. Три минуты, не переключайтесь. Спасибо. Итак, мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня снова поднимаем вопрос бездомных животных. Мы, так понимаем, на чиновников наших пока надежды особой нету, разве что кто в частном порядке захочет. А вот если кто-то простые наши граждане, вот наши тверчане, которые сейчас нас смотрят и слушают, захотят чем-то помочь, что он сейчас может делать? Кто-то конкретно посмотрел, воспылал любовью к братьям нашим меньшим. Что можно сделать сейчас? Отвечу на данный вопрос. Группа компании «Элькоммерс» совместно с инициативной группой «По защите животных» города Твери запускает совместный марафон помощи бездомным животным. Суть марафона заключается в чем? Каждый человек, любой сочувствующий гражданин, согражданин наш, может подойти в любой из ветеринарных магазинов, ветеринарных аптек, которые находятся у нас в городе, приобрести по мере своих финансовых возможностей какие-либо вещи, препараты, карма, амуницию для животных и в помощь волонтерам Тверской инициативной группы «За честь животных» и оставить в этом же магазине. Обязательно коллеге Николаю Олеговичу это все заберут. А что надо сказать-то? Смотрите, друзья, на базе трех магазинов «Четыре лапки» в городе Тверь. «Четыре лапки» названия. «Четыре лапки», да, именно «Четыре лапки». Это на улице Советской, это на бульваре Нагина и на улице Кольцевой. Вы можете прийти, купить что-то либо из ассортимента то, что есть в магазине, либо принести с собой что-то, либо в ветеринарной аптеке в этом магазине что-то купить и оставить именно для подопечных инициативной группы. Дальше, соответственно, уже там корма поедут на передержку, лекарства поедут тем, кто болеет. Соответственно, какая-то часть корма, опять-таки, я напомню, поедет там кошачьего, скорее всего, Нила Столобенскую пустыню. Поверьте мне, нам есть куда это все девать. То есть именно вот эти три магазина. «Четыре лапки», улица Советская, бульвар Нагина и улица Кольцевая. Прекрасно. Василий, можно... Итак, хотелось бы обратиться к нашим согражданам и общественным организациям СМИ и так далее. Хотелось бы, чтобы вы поддержали действия наших тверских волонтеров, инициативной группы защиты животных, потому что им тяжело. Хотелось бы, чтобы вы их поддержали всевозможно по возможности, информационно, может быть, финансово, кто как может, чтобы мы вместе смогли помочь братьям нашим меньшим в их нелегкой жизни, назовем, наверное, так. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня снова поднимали такой вопрос, как помощь бездомным животным. Вот хорошо, что не только волонтеры, как Николай Морозов, помогают, но вот еще появляются такие крупные структуры, ответственные, социально ответственные. Бизнес по-настоящему, как группа компаний «Элькоммерс», которая тоже обращает свое внимание на эту проблему. Любите наших животных, наших братьев, наших меньших. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.